Великий пост самый протяженный из всех православных. Длится он 48 дней, из которых первые 40 посвящаются памяти об Иисусе, голодавшем в пустыне. Страстная неделя, Лазарева суббота и праздник входа Господня в Иерусалим, последним дням земной жизни, смерти и погребению Христа. Во время поста христианин должен воздержаться от мяса и продуктов животного происхождения, чтобы умерить свою плоть. Мы понимаем свое греховное состояние. Каждый христианин одновременно и мягкий, и добрый, но в то же время он должен быть сильным и выдержанным, и уметь принимать страдания за Христа, чтобы с ним соединиться в конце поста на празднике Пасхи. Послабление в рационе возможно только три дня. В Благовещении и Вербное Воскресенье православные могут употреблять рыбу. В Лазареву субботу – рыбную икру. В этот день не благословляется вкушение рыбы мяса рыбы, но благословляется вкушение рыбной икры. На это есть определенные символические указания. В каждой маленькой икрынке мертвой, по-видимому, содержится образ воскресенья, потому что в ней жизнь. Ну, так же, как и в яйце. Пост характеризуется не только диетой, но и регулярными молитвами посещением храмов. В это время нельзя раздражаться, ругаться, таить обиды и зависть. Воздержание от пищи животного происхождения – своеобразный фон. Во-первых, пост – это действительно время воздержания. Во-вторых, это духовное время, в котором Господь особенно действует на человека, помогает ему, если он развивает свои добродетели и борется со страстями и грехами. Великий пост в этом году начался 15 марта, сразу после Масленицы. Закончится он в преддверии Пасхи 1 мая. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.